Руслан Галич, еще один проект федерального уровня, который сейчас в Татарстане реализуется, это Иннополис. Насколько я знаю, не так давно Сбертех проявил интерес, компания Uber, Министерство обороны, Пенсионный фонд и так далее. На последней коллегии Минсвязи сказали, что уже более 80 компаний и индивидуальных предпринимателей там зарегистрировано. Вы говорили о том, что развитие Иннополиса это один из приоритетов для нашей страны и в итоге должна быть IT-столица России. Вот не слишком ли амбициозно? Сколково есть, например, еще? Амбиции, они всегда должны подкрепляться какими-то целями и какой-то настойчивостью. Амбиции, они остаются амбициями, если ты не имеешь какого-то плана, если у тебя нет настойчивости. Сегодня, если взять, мы вообще попали в точку. Мы видим, насколько эта тема, она для нас очень важна, для нашей страны. По большому счету, нам все казалось, что деньги есть, ты пойдешь в любом месте, любая страна тебе все продаст. Немножко наши отношения испортились. Оказывается, за деньги не все можно купить. Но, и вот мы попали в струю. Сегодня вот эта сфера, этот сегмент очень важен. И для оборонных задач, и для промышленности, и для органов государственной власти. Большая поддержка, здесь абсолютно, мы тогда обратились с руководства страны, Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, лично сам принимал решение. И, конечно же, мы два весовой зоны не вытянули бы. Значит, здесь мы предоставили лучшие площадки, земли, инфраструктурно, нашего участия. Но основная часть денег, она решена федеральным правительством. Ну и федеральный правительство тоже понимает, что вот такая площадка для страны нужна. Нам все оказалось, вот в Индии, там в Америке, там все сделают, мы все купим. Огромное количество наших талантливых россиян работает по всему миру. Почему они не здесь не работают? Поэтому прекрасные условия для жизни. Один из лучших университетов, где предпадают лучшие преподаватели, которых мы пригласили со всего мира. Технопарк, и вот, конечно же, наша активность нужна. Пригласить Сбертех, Ростех, Убер, другие структуры. Это же не офисы, мы хотим там создать центр разработки. И мы увидели, вот приезжал председатель Государственной Думы, Викторович Володин, он сам увидел, что мы каждый раз приезжаем, что-то видим интересное и новое. Сколково, Иннополис, таких площадок в нашей стране должно быть и не так много, и не так мало. То есть сегодня обсуждается вопрос, чтобы Сколково, она не замыкалась с периметром Сколково. Сколково в целом, Сколково появилось, оно сегодня есть, огромные, большие компании там присутствуют. Мы там свой центр для Татнефти строим. У нас не хватает терпения. Мы хотим картошку сегодня посадить, через три дня прийти, уже свежую картошку хотим покушать. Есть время вегетации. Сегодня весь мир обсуждает четвертую технологические революции, это цифровая революция. Ведь сегодня, уже серьезно говорят, мы стоим на грани, когда надо отрегулировать взаимоотношения человека и робота искусства и интеллекта. Беспилотные автомобили, много-много вещей, которые в ближайшее время поменяют мир. Очень серьезно. И Иннополис найдет свое место. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.